Продолжение следует... Это задача не только для бизнеса, это задача для страны, для науки и образования. Чтобы ее решить, нужно вернуть приоритет научных исследований, кардинально усилить роль Академии наук, постоянно добиваться востребованности результатов экономики и общества, по-новому развивать систему высшего профессионального, прежде всего естественно-научного и технологического образования. В условиях жесточайшей международной конкуренции за руки избыта, в том числе российские, мы можем выиграть, только создавая принципиально новые технологии на основе отечественных научных разработок. И, безусловно, лаборатории РАН являются самыми эффективными для их поведения. Вместо решения этих задач господа Медведев и Ивановы, в предложенном ими законе, по существу пытаются ликвидировать созданную еще Петром Первым, одну из самых старейших и самых мощных в Европе Академии наук. Осуществить рейдерский захват, находящийся в оперативном управлении РАН федеральной собственности. Сам способ ультраспешного предложения и внесения закона в Думу, попытка подкупить членов Государственной Академии наук, повышением стипендий, не вызывает никакого доверия. Ваши подачки, господа, напоминаю, что в Волге господина Чубаса и старшие пары бутылок лодки. Вы, как уважаемые депутаты, единственным правильным ответом на насилие правительства в закон может быть единодушное его отклонение и требование уволить государственную службу лиц, его составлявших и предложивших. Депутат Государственной Думы Академик Ж. Леонид Чарфоров. 30 июня 2013 года. Сегодня, как уже было сказано одним из выступающих, государство взяло на себя функцию того удава. Сначала была уничтожена вся промышленность, заводы, фабрики и все, что создавало товар, продукт. Затем сельское хозяйство. Потом под нож положили вооруженные силы бывшего Советского Союза, ныне России. Сегодня дело дошло до науки. До этого походя прошлись по образованию и сегодня пришло время наше с вами. Так вот, никогда русские ученые не были кроликами. И это мы сегодня докажем им своим решительным нет. Второе. Идет, и это понятно, попытка поделить собственность. С Рособоронсервисом мы уже знаем, что произошло, что эти деятели пытались сделать. Сегодня руки, эти грязные липкие, тянутся к имуществу научного сообщества России. 50 миллиардов оборудования, которые сейчас находятся на балансе, не дают покоя, не дают спать этим новым хозяевам нашей России. Финансирование на науку должно быть не как сейчас, менее 2%, а на уровне 7-8% от ВВП страны. Вот только тогда мы сможем с вами дать тот эффект, который от нас ждут. Я полностью присоединяюсь к тем пунктам резолюции, которую сегодня мы должны с вами принять. И еще раз хочу добавить тот пункт, который звучал. Присоединимся к нашим коллегам, научному сообществу Дальнего Востока и Сибири, которые послали в отставку и министра Ливанова, и вместе с ним Медведева, со всей этой комарилией. Долой это правительство! Долой Медведева! Долой Ливанова! АПЛОДИСМЕНТЫ Чемение составляет 5800. Ведущего научного сотрудника с кандидатской степенью в 3 тысячи – 10800. Как можно на эти средства вообще существовать, работать и создавать научные ценности? Но тем не менее, вы бы пришли к нам на коллекцию. Плодовые коллекции все в уникальном состоянии. Можно видеть тот ассортимент культур, которые на сегодня составляют самый надежный потенциал для развития нашего региона. Не только вот то, что в Пушкине и Павловске, но у нас же коллекции по всей стране. У нас все культуры, которые составляют продовольственную безопасность нашей страны. К руководству наукой и образованием Российской Федерации, давайте скажем прямо, пришел фашизм. Нюрнбергский процесс дал определение фашизму. Это полное пренебрежение судьбой рядового человека, труженика. И мы видим, что не спрашивая ни у кого, принимаются решения. Вот одно из них сейчас обсуждается. И уже колесо вращается. Уже комитет по науке и наукоемки и технологиям пропустил этот закон. Потому что большинство в нем принадлежит единой России. Как можно говорить о реформировании науки, когда единственное здравое дело, это борьба с липовыми диссертациями, закончилась полным провалом, как только дошло до власти мущих. Почему господин президент никоим образом не реагирует на обвинение в плагиате собственной диссертации? Как можно доверять реформу науке таким людям? Я считаю, что помимо того, что надо выражать недоверие правительству, надо выражать недоверие президенту. Потому что замена правительства ничего не так. Надо требовать оставки Путина. Надо требовать выхода на митинг и организации этого митинга. Иначе все реформы бессмысленны. В условиях забюрокрачивания никакой жизни в России не останется живой. Наука не может существовать при вертикале власти, тоталитаризме и полностью отсутствии всякой творческой активности. Мне очень жаль, что здесь есть только флаги коммунистической партии. Нету флагов ни яблока, ни гражданской платформы, никого. Я не за коммунистов, но спасибо им сейчас за то, что они поддерживают всю научную ответственность. Сегодня, 2 июля, в здании учебного центра Российской Академии Наук в Санкт-Петербурге, состоялся митинг-протест, митинг против проводимой реформы Российской Академии Наук. Тот проект, который предложен правительство, сообщество не принимает. По понятным причинам он направлен на одно, на развал российской науки, на отчуждение от российской науки ее имущества. 50 миллиардов имущественных зданий, сооружений, институтов, сельсхоз, земель должны по этому законопроекту уйти так называемым государственным менеджерам. Будут ли эти государственные менеджеры заинтересованы в том, чтобы сделать новый шаг в развитии российской науки? Есть определенные сомнения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok